По состоянию на 9 часов утра 23 марта в Первоуральске не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Тем не менее, в городе и регионе сохраняются и вводятся новые ограничительные меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции. На данный момент коронавирус подтвержден у девяти уральцев. Правительство региона подчеркивает, все они вернулись из стран с неблагополучной эпид-обстановкой. Поэтому для тех, кто вернулся из-за рубежа, вне зависимости от страны, вводится обязательный двухнедельный домашний карантин. Человек приехал из-за границы, из любой страны, он должен оставаться дома, он должен позвонить в свою поликлинику по месту жительства, сообщить, что он пребывал за границей, и ему должны приехать осмотреть и выдать больничный лист. Кроме того, с 23 марта аэропорт Кольцова, как и остальные аэропорты страны, закрыт для международных рейсов. Попасть за границу можно только из Москвы. Для дополнительного контроля за здоровьем уральцев и гостей региона власти рассматривают вариант установки мощных тепловизоров. Один уже тестируют на крупном предприятии Урала. В течение двух дней он будет опробован, после чего мы принимаем решение о приобретении, если все пройдет успешно, то мы начнем приобретение тепловизоров, как я говорил, установку, в первую очередь, на вокзалах. Это основной вокзал аэропорта. В Первоуральске на время ограничительных мер пришлось сократить число междугородних рейсов. Отменены сразу 8 выездов. В связи с тем, что в Екатеринбурге учебное заведение закрыто, переведено на дистанционное обучение, пассажиропоток, естественно, у нас упал, причем очень ощутимо. Но, в принципе, отмена у нас только у Екатеринбурга. То есть весь пригород, другие города, в штатном режиме все работает. Впрочем, в штатном режиме ощущают себя и сами горожане. Ну, только руки мои. Ну, единственное, что внучки продлили каникулы. Все. И то пока точно не знаем, продлили или нет. У меня, например, сорвалась поездка в Дубай. Я думал поехать в Турцию, но решил отказаться от этой идеи. Коронавирус в основном вмешался в планы не только туристов, но и школьников. Их переводят на дистанционное обучение. При этом заниматься дома теперь должны и воспитанники кружков и секций. Вот так, например, в Дюсыша Первоуральска дети отчитываются о тренировках. Тренерам предложено было разработать систему тестов. После того, как у нас закончится дистанционное, так сказать, обучение, дети придут на тренировки и будут сдавать тесты по ОФП. То есть мы увидим, кто халтурил, а кто занимался добросовестно. Впрочем, к пандемии коронавируса некоторые относятся с определенной долей юмора. Сотрудники ГУФСИН Свердловской области запустили противовирусный челлендж. Снимают видеоролики о способах профилактики. В первую очередь это регулярное мытье рук и ограничение контактов. Светлана Вахмянина, Александр Захаров, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.